Шалом! Несколько лет тому назад я проповедовал в Европе в нескольких христианских церквях. И после очередной проповеди ко мне подошел человек из аудитории, очень приветливый и дружелюбный, и сказал через переводчика следующее. Я вам завидую. Вы дважды благословлены. Я благословен как верующий в Ешуа, а вы как еврей и как верующий. Конечно, зависть его была белая, христианская. Но суть дела от этого не меняется. Человек, сознательный или нет, желал то, что у ближнего. В том конкретном случае он желал то, что есть у меня. Он был недоволен собственной национальной идентичностью, ему ее было мало, и он чувствовал себя ущербным и комплексовал передо мной евреям. И такие неевреи, комплексующие перед евреями, часто попадаются не мне одному. Прежде всего, почему их комплексы заслуживают нашего внимания? Во-первых, потому что уже ни один и ни два, к сожалению, ни один и ни два закомплексованных нееврея решили избавиться от своего комплекса путем гиюра, то есть обращения в иудаизм. Они думают, после этого уж и никто не сможет меня назвать Гоем или Гойкой, ведь евреям действительно можно не только родиться, но и стать, уже будучи взрослым человеком, если принять еврейскую религию. Но тут есть одна проблема. Иудаизм не признает Ешуа мессией, и уж тем более божественным мессией. И тот, кто не скрывает своей веры в Ешуа, в процессе принятия иудаизма обязательно столкнется с необходимостью отречься от веры в его божественность и мессианство. Однако написано, что всякий отвергающий сына не имеет и отца, и поэтому те, кто идет этим путем, теряют спасение. А страшнее этого, на мой взгляд, нет ничего. Во-вторых, даже если человек не соглашается на Гиюр и хранит верность мессии Ешуа, жить с комплексом неполноценности, ощущением ущербности, а в некоторых случаях даже с завистью в душе, это тяжело. Это страдания, и страдают им люди, которые образуют единое тело мессии вместе с нами, с мессианскими евреями. А, как написано, когда страдает один член, страдают с ним все члены. Мы связаны с верующими неевреями, мистическими, но совершенно реальными, взаимно скрепляющими связями тело мессии. И поэтому их проблемы – это наши проблемы. В чем причины этого комплекса? Мне кажется, что одна из них – это непонимание того, что Господь Бог нелицеприятен, что Он любит, по этой причине Он любит евреев нисколько не больше, чем казахов, монголов и эфиопов. Он любит всех нас одинаково. И дело тут даже не столько, наверное, в непонимании этого факта, сколько в недостаточном опыте принятия любви Божьей лично к себе. Своим сердцем. Человек, ясно осознавший в свете жертвы мессии Иешуа свою великую ценность в глазах Господа Бога, а и вкусивший, как благ Господь, он не будет ощущать себя ущербным. Он понимает и принимает к сердцу слова Шауля «Вы имеете полноту в нем». Шауль говорит это о мессии. Если я в мессии, у меня есть все, и добавить к этому просто нечего. Но тот, кто еще не ощутил себя нежно любимым чадом, будет так или иначе пытаться заслужить эту любовь. И еврейство – это один из таких способов, попытка заслужить таким путем эту любовь. То есть бывает вот услышать, например, человек проповедь об Израиле и решить, что быть евреем – это круто, потому что евреи – божьи любимцы. И вот он начинает судорожно отыскивать у себя еврейские корни. Это ложный мотив, и мне всегда хочется спросить таких людей. А если бы вы жили не в России 2016 года, а в Германии 1942 года, вы бы тоже радовались, что ваша бабушка, судя по всем документам и историям соседей, была еврейка? Вы бы тоже с гордостью об этом рассказывали в вашей церкви, и вы предпочли бы, конечно, отправиться вместе с другими любимцами божьими в гетто, концлагеря и газовые камеры? Или все-таки благоразумно промолчали бы о ваших свежевыкопанных еврейских корнях? Но это очень неполикорректные вопросы, поэтому я их не задаю. Кстати, не поймите меня неправильно, я совсем не против того, чтобы человек пытался найти свою национальную идентичность и свои корни, если он их не знает. Я говорю сейчас не вообще о поиске своих корней, а именно о таком нездоровом поиске. Психологических причин образования комплекса еврейской неполноценности, наверное, много, но я не психолог, не душепопечитель, и меня интересует другой вопрос. А именно, есть ли в мессианском и христианском богословии что-то такое, что льет воду на мельницу этого комплекса? И на мой взгляд, да, есть. Точнее, это не что-то, что есть, а что-то, чего нет, это некий пробел. Это отсутствие богословия национальной идентичности в мессии. Я сейчас поясню, что это такое. Но сначала, что такое национальная идентичность? Вообще, это на самом деле штука непростая, потому что она складывается из многих составляющих. Но давайте, допустим, для простоты ради, что это просто осознание себя евреям, полякам, испанцам, китайцам и так далее. Где национальная идентичность появилась в истории? Где точка, отсчета ее? Скорее всего, это Вавилон. Причем тут Вавилон? Ну, 11 глава книги Бытие. Там мы читаем о том, как все грешное потомство Адама и Евы объединяется в своем бунте против Творца. Хочет сделать себе имя, хочет достичь небес своими собственными усилиями. Господь Бог, глядя на это, смешивает языки. Точнее, язык смешивает. Тогда еще был один язык, и он производит путаницу в Вавилоне. С этим связано еврейское слово бельбуль, тот же самый корень, бавель. И таким образом мы имеем разные народы, говорящие на разных языках. Далее Господь Бог производит особый этнос евреев и говорит о нем, что это его собственный избранный народ. С этого момента начинается новое разделение внутри человечества. Уже не просто на разные национальности, а еще на евреев и народы, на евреев и неевреев. То есть получается такая интересная картина. Из всех национальностей одна вдруг обладает некими преимуществами. До этого момента земля была просто круглым шариком, на который, как ни посмотри, всюду просто шарик. И все, круглый, одинаково совершенно круглый. А вот теперь на этом круглом шарике вдруг появляется особая точка. Эрец Исраэль, предназначенная особому народу. И ситуация мгновенно становится резко асимметричной. И ярче всего эта асимметрия представлена Шаулем в его послании к эфесской общине. В главе 2, стихе 12, он описывает ситуацию неевреев до прихода Мессии таким образом. Вы, неевреи, были в то время без Мессии, без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждые заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. То есть Бог, Мессия, заветы, обетования, надежда, все это было только у одного единственного народа, у Израиля. Между евреями и неевреями, между евреями и язычниками, барьер стоит, перегородка и вражда. Единственная возможность для еврея расстаться с идолопоклонством, это стать евреем. То есть гиюр, обращение в иудаизм. Таким образом, еврейство в то время объединяет в себе и особый этнос, и духовный статус. То есть евреи это и национальность, и народ Бога. Дальше приходит Мессия Ешо, и картина снова резко меняется. Теперь принадлежать Богу Израиля можно, не становясь евреем, то есть не обращаясь в иудаизм, не делая обрезания и не беря на себя обязательства жить по заповедям Торы. Появляется совершенно новая общность тоже. Экклесия, Мессия Ешо, Экклесия это греческое слово, на русский оно переводится как церковь обычно. Экклесия состоящая из мессианского Израиля, то есть из евреев, верующих в Мессию Ешо, и из верующих в Мессию же Ешо, неевреев. Духовный статус таким образом мессианского еврея и мессианского нееврея становится совершенно одинаковым в этой ситуации, как написано, один Господь, одна вера, одно крещение. И верующие в Ешо евреи, и верующие в Ешо неевреи, они являются членами одного и того же тела. Теперь тут вроде бы полная симметрия. Евреи и эллины были одинаково под грехом, кровь Мессии одинаково пролита за тех и за других, и теперь Святой Дух одинаково излит на всех нас без различий. Прекрасно. Однако, с другой стороны, некоторая симметрия сохраняется, потому что не евреи привиты к язычникам, а язычники привиты к Израилю. Мессия Ешо пришел к евреям из верности, чтобы исполнить обещания, данные отцам, об этом Павел пишет в 15 главе послания к римлянам, а к язычникам он пришел из милости. И Израиль навсегда остается первенцем, у которого великие преимущества. Главное из которых, конечно же, в том, что именно Израилю исторически было вверено Слово Божье. Ну и, наконец, возвращаясь с небес на землю, Мессия не просто зависнет в воздухе над нашим круглым шариком, а поставит свои ноги на вполне конкретное место нашего шарика, в особую точку, в Иерусалим, причем не в палестинский, а в еврейский, в котором никто-нибудь, а именно евреи, будут рыдать о том, которого пронзили, так об этом сказал пророк Захария, и призывать его словами «Баруха Ба Бешем Адунай» – «Благословен грядущий во имя Господня». И так, хотя в новозаветных отношениях евреев и неевреев уже нет той резкой асимметрии, что была в Синайском Завете, в принципе, асимметрия не исчезла полностью. И первый вопрос в том, признается этот факт или отрицается. Христиане традиционно отрицали его, они говорили, что с асимметрией между евреями и язычниками покончено. Крест – это конец еврейской особости, конец обрезания, конец необрезания, конец торы, конец закона. Это начало полной уравниловки, такого идеального колхоза, в котором нет ни национальности, ни пола, ни раба, ни свободного. Теперь мы все, Израиль, вы, евреи, вы кончаете носиться с вашим еврейством. Израиль теперь – это мы все, кто верит в Бога Израиля. Еврействие нынче чисто духовное, и обрезание теперь исключительно внутреннее. А если вы продолжаете жить по торе и соблюдать ваши праздники и обычаи, то в лучшем случае вы просто немощные в вере, и мы будем относиться к вам снисходительно, терпеть вас. А в худшем случае вы своим иудействованием отрекаетесь от Христа. Что заявляем на этом мы, мессианские евреи? Мы заявляем ничего подобного. Мы не только верим в Иешуа, мы верим в него правильнее вас, потому что мы евреи. И он один из нас, и он пришел прежде всего к нам. А кроме этого, мы евреями родились, евреями мы и умрем. Дары и призвания Божьи непреложны. Ам Исраиль хай – народ Израиля жив. Позиции вроде бы диаметрально противоположные. Но на самом деле очень похожие. Чем? Затем, что обе стороны отстаивают только свой личный интерес. И поэтому неудивительно, что они не слышат друг друга. Теперь вопрос. Кто должен сделать первый шаг и постараться понять другого? По-моему, тот, кто претендует на особый статус. На статус первенца. Нам нужно успокоиться с нашим еврейством. Хотя совсем не в том смысле, как это нам предлагают сделать христиане. И нам нужно попытаться понять их, не евреев. Даже если они не понимают нас. Успокоиться нам нужно, конечно же, в том смысле, чтобы подрасти и прийти к спокойной уверенности, собственной идентичности, чтобы голова нашей чудеса вводилась от мыслей о себе и открылась для мыслей о других. Нам нужно понять, что самый большой страх неевреев – это страх перед возвратом к прошлому. Что это прошлое у них без Бога, без надежды, без обетований и без завета. И что оно мерещится им за каждым нашим упоминанием нашей вечной еврейской уникальности и неповторимости. А вот по силе, кстати, по силе этого самоутверждения в нашей уникальности нам равных не сыскать. Почему, опять-таки, понятно, слишком долго нас гнобили, поэтому мы теперь такие несгибаемые, что куда там. А им, не евреям, в нашем этом торжествующем еврейском самосознании мерещится так называемый Ветхий Завет, то есть Синай, который для них страшнее атомной войны. Потому что тогда они могли или смотреть на нас из-за этого забора, который нас разделял, что очень неприятно быть снаружи и глядеть, как там у них идет жизнь у людей первого класса. Или второй вариант у них тогда был делать обрезание, а это больно и хлопотно. Но предположим, что мы поняли этот их страх. Хорошо. А что мы им можем предложить, кроме того, что им Ешо уже предложил? Ведь ясно, что ничего большего быть совершенно не может. В принципе, не может быть. И важнейшая идентичность человека – это его принадлежность Мессии, его отношение с Мессией. Это Мессия в нем. Верно. Однако, большего и не нужно. А достаточно предложить им то, что есть у нас самих. Ясная национальная идентичность в Мессии. Ясное мессианское национальное самосознание. Нам ни в коем случае нельзя предлагать им, неевреям, нашу еврейскую идентичность. То есть нам нельзя предлагать им стать, как мы, стать евреями. Потому что каждый должен оставаться, как сказал Шауль, в том призвании, в котором он был призван. То есть, другими словами, каждый должен оставаться самим собой. Мужчины, мужчинами, женщины, женщинами. Евреи должны оставаться евреями, а неевреи должны оставаться неевреями. Нам нужно вдохновить их нашим еврейским примером. И помочь им найти свою собственную национальную идентичность в Мессии. Что же она представляет собой? Об этом в следующей программе. Спасибо. Шалом.